всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад как вы уже видели название послание от высшего я будем делать на три позиции не хочу делать так большой что последнее время не хочется делать такие краткие расклады не знаю насколько у меня получится позиции вы видите перед собой хочу сказать по поводу яндекс дзена я уже писала неоднократно посты в разделе сообщества на эту тему рекомендую подписаться на эту площадку я не знаю скорее всего не надо регистрироваться если у вас есть яндекс я не знаю как это работает если честно но что мне нравится на этой площадке да на яндекс дзене это то что у меня есть возможность писать статьи не посты коротенькие а именно статьи потому что и в своих текстах я тоже не могу быть ограничена по объем то есть вообще любые ограничения не мне вызывает дискомфорт поскольку у меня есть желание не только записывать видео расклады но и писать статьи делиться мыслями идеями до знаниями в том числе и в письменном виде вот на на этой площадке мне удается совмещать и посты не посты а статьи скорее всего и видео поэтому я вам рекомендую перейти в разделе сообщества последнего постей есть готовая ссылка нажимаете то есть она рабочая нажимаете переходите и подписывайтесь по поводу роликов которые я там выкладываю ролики я выкладываю там каждый день через день идут старые чередуются с новыми новые это те которые вот одновременно выходят у меня и на канале на youtube и старые те которые я давно записывала вот но на мой взгляд они актуальны и поэтому я уверена что вы не все мои расклады смотрели поэтому есть возможность каждый день смотреть мои расклады в общем переходите подписывайтесь мне мне будет приятно да и с вами мы сможем взаимодействовать и так взяла колоду снова небо и земля не знала какую взять вот но в принципе хотелось что-то такое простенькое вопросе к я имею ввиду чтобы не отвлекала чтобы картинки не отвлекали мой взгляд такса настроиться и передать вам информацию и так приступаем а и еще вот пока не начала хочу сказать что вот планирует уже на ютюбе не знаю насколько вам будет это интересно записывать совсем короткие ролики не счет stories а потому что там по моему по времени ограничено минутам не минута мне кажется не хватит хотя я не знаю а прям коротенькие такие расклады с посланиями то есть даже как этот не предсказание как они называются ну в общем на неделю да то есть на что обратить внимание вот как подсказки вот подсказки подсказки на неделю то есть какая с точки зрения энергии будет каждая неделя и на что обратить внимание не знаю делать один ролик либо делать три позиции но каждая позиция она записывалась отдельно чтобы это было одним роликом прямо вот не знаю там на три минуты насколько на две на четыре вот что то такое если вам интересно напишите в комментариях чтобы я знала ну и я мы с вами приступим 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 и так послали позиция номер один голубенький камешек послание вам от вашего высшего я что такое высшее я те кто у меня стоп спонсорстве на третьем уровне мы проходим путь души после смерти я там подробно рассказываю да что такое высшее я что такое ниши я так сонастроились мое горло и так послание вам от вышивая что он хочет сказать ваше высшее я сейчас секунду если настроюсь смотрите пришло время перемен неоднократно я последнее время говорю по первой позиции что пришло время перемен причем перемен две категории людей одна категория более такая знаете приземленная реальная для вас информация идет о том что перемены связаны просто с завершением какой-то фазы вашей до либо какой-то ситуации и начало чего-то новое и вторая категория людей достаточно духовно продвинутая да так скажу для вас идет информация о том что у вас идет расширение расширение в вашем поле расширение вашего сознания объемы вашего сознания объемы ваши меняются энергетические как будто бы знаете добавляется больше мощи больше проходимости энергетической через вас это означает что вы сможете обрабатывать большее количество информации пропускать через себя больше как будто бы знаете вот позволять большее станет приходить вашу жизнь не обязательно ситуации энергетически вы сможете пропускать через себя большие объемы энергии что они вам могут дать наверху кого-то могут быть инсайты да вот именно ощущение того что стало больше состояние благости большее ощущение знаете когда вот вам хорошо не обязательно что была какая-то причина здесь такое чувство что как будто бы находитесь в соединении с миром знаете как будто бы вот ваши границы они стали больше они стали шире их как будто бы раздвинули и то что раньше казалось внешним миром теперь это стало внутри вас поэтому вот это вот внутреннее обновление да и понимание какое-то вот успокоение успокоение когда умиротворение такое знаете вот состояние именно благости когда приятно когда хорошо когда знаете вот безопасно очень хорошие такое знаете единение если допустим вы религиозный человек да вот ощущение присутствия творца вашей жизни больше люди будут как-то соединяться со своими эгрегорами да здесь будет по крайней мере стремление знаете вот как будто бы объять объять большее пространство занять больше пространство больше места выйти на более частый контакт с высшими силами либо то во что верит каждый глаз сейчас не пугайтесь если кто-то почувствует больше сори я извиняюсь такое ощущение что что-то попало мне в глаз и я глаз не может успокоиться это бревна бревнышко в своем глазу не пугайтесь если кто-то наберет лишний вес есть такое ощущение что вы как будто бы станете занимать больше места да может быть кого-то статус изменится такое ощущение что больше пространство я как будто бы занимаю иногда будет такое ощущение что вы как не проходите через дверные проемы вроде бы бывают такие вот моменты да у вас будет это для тех кто духовно продвинутый что вы как будто бы не влазить и в двери точка сборки здесь смещается и она поднимается на хоть сказать на этаж выше на уровень выше и поэтому здесь вот иногда могут быть у вас какие-то такие интересные глюки это связано как раз таки с изменением вашего восприятия если мы говорим для первой категории людей до которые воспринимают мир с точки зрения материи на так и на бытовом уровне на то здесь будет завершение ситуации здесь будет знаете такое четкое при принятие решение что все я ставлю точку прям вот вы очерчиваете свои границы и шагаете в новое вот прям вот как будто бы перешагиваете кто-то может в прямом смысле перешагивать наступать ну не наступать себе на горло вот знаете как будто бы перешагиваете преодолеваете что-то внутри себя но не через силу а здесь решительность есть и решимость еще какое послание вам на здесь уход здесь знаете вы как будто бы уходите от какого-то такого знаете детского восприятия может быть у кого-то я не хочу сказать что лень а какой-то знаете такое спокойствие ничего не развивалась и может быть были какие-то болезни и у человека произошло выздоровление и он теперь уходит ну я не имею ввиду что он идет болезнь а наоборот уходит от этого выздоровления как будто бы идет дальше и принимает вот как раз таки решение шагнуть в новое перед ним открываются новые горизонты новые возможности здесь у меня вообще такое ощущение что как будто бы у вас какие-то перспективы открываются вы еще не совсем понимаете что это именно но вот есть ощущение какой-то новой волны на что вам нужно обратить внимание у вас произошло сознание изменение в вашем сознании вы было два великих аркану здесь такие серьезные трансформации у вас произошли независимо от того на каком вы уровне находитесь каждый на своем уровне произошли изменения в вашем сознании причем так и должно быть изменения в сторону баланса в сторону равновесия в сторону гармонии вы здесь как будто бы перестали знаете бороться со своими эмоциями либо как-то на эмоциональном плане пошли в какое-то такое более легкое восприятие жизни хочется сказать знаете помудрели и одновременно от этой мудрости вы стали более легче это когда воздушный шар поднимаешься наверх да и для того чтобы набрать вес как будто бы вот лишний груз сбрасывается чем больше груза вот этих мешков сбрасывается с воздушного шара чем выше он поднимается вот здесь у вас что-то такое вы как будто бы сбросили какие-то пласты то что вам не нужно да какой-то груз и это автоматически вас поднимает наверх а сбросили потому что помудрели потому что осознали поняли что вам это не нужно то есть как будто бы отпустили что вы отпустили какие-то и знаете какие-то идеи либо какие-то начинания во что вы вкладывались может быть сообща с кем-то другим но минус этой ситуации был в том что вы прямо слишком были привязаны какой-то свои мысли какой-то свои идеи и вот это вы отпустили какую-то привязанность на то что то что я люблю говорить как одержимость зацикленность на том что вот вы что-то хотите построить либо сообща с кем-то либо выстроить что-то и очень много сил до вкладывали это вы как будто бы отпустили почему потому что наверное пришло понимание что если я хочу быть в роли императрицы и получать эти какое-то вот наслаждение удовольствие от жизни да быть более наполненный то мне нужно как будто бы какую-то ответственность то ли передать то ли сбросить то ли делегировать здесь вот кто что было для вас тяжело то что было трудно да вы от этого отказались вы сбросили то есть пришло понимание что если я хочу быть тем кем вы хотите опять-таки если смотрят мужчины то здесь такая ситуация что здесь какую-то роль играет очень важная значимая интересная женщина для вас это может быть мама либо вообще очень ценная женщина для вас и в таком случае да здесь пришло понимание что женщина не может нести все на себе и она как будто бы вот вам передала вашу мужскую роль если же вы женщина то здесь ощущение того что то что вас тяготило то что вам знаете пришло такое понимание что если я хочу жить счастливо и гармонично сама собой то мне нужно убрать все то что мне и мешает на этом пути то есть все что является помехой к моему счастью я должна это сбросить и вот это вот понимание да вы над этим работали вы в это вкладывались где-то мечтали об этом это был ваш урок урок именно в понимании принятия себя да и любви по отношению к себе здесь просто убрали лишние вот и все то есть то что вам мешало это могут быть люди это могут быть ситуации это могут быть ваши черты характера какие-то качества и такая знаете достаточно обновленная более легкая вообще как восприятие мира так и самой себя вот вы решили двинуться дальше то есть знаете вот как будто бы стали выбирать себя и все и все что не соответствует этому вы просто убираете сметается со своего пути вот такое у меня было для вас сообщение от вашего высшего яда то что с вами происходит что вам нужно знать мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку двоечки что вам какое вам послание от вашего высшего я здесь есть какая-то ситуация которая сковывает либо вас в каком-то союзе ну то есть я расскажу несколько ситуаций а вы уже сами на себя посмотрите какая подходит потому что восьмерка мечей говорит от а неком таком затруднительном положении в котором вы оказались и это связано с союзом да с партнерством либо с как с вашей внутренней какой-то гармонии либо это союз с кем-то с каким-то человеком то есть вы находитесь каком-то тупике сейчас это могут быть как вообще отношения взаимодействия с кем-то так и понятия от о том вот как например нужно взаимодействовать с миром с собой с людьми но ключевое здесь вот именно ситуация в которой вы ощутились очутились и вот есть вот это вот ощущение да что безвыходности что меня что-то сковывает причем это знаете это череда каких-то трудностей сложностей которые повторяются из раза в раз на пути того вот как прийти к этому балансу как пойти к этой гармонии как прийти к союзу что это за что что вас связывает вас связывает знаете либо какие-то страхи либо отсутствие энергии потому что вы сливаете в какие-то страхи до свою энергию и аркан шута говорит о том что нужно здесь обнулиться как-то знаете вот включить в себя обновление вот у меня такое ощущение что вот вторая позиция это как будто бы до 1 вот в 1 уже произошло это все до о чем я говорю то есть о том что здесь человек как будто бы сбросил вот балласт себя в первую позицию а вам как будто бы двоечки это предстоит сделать предстоит как-то обновиться здесь вы своими страхами вы исковываете свои собственные силы вы как будто бы перекрываете себе вот свой резервуар здесь знаете такое чувство когда очень сильно накладываешь такую тугую но перевязываешь либо накладываешь тугую повязку где-нибудь на руку да это мешает циркуляции крови и рука может как-то вот посинеть вот здесь что-то такое где-то вы себе перед перетянули перевязали кислород как-то сами себя перекрыли сами себя блокируете что именно вы блокируете по отношению к себе вот смотрите взаимодействие да взаимодействие с миром вот где-то вы себе перекрыли именно какой-то правильностью именно какими-то своими взглядами убеждениями моральными догмами то есть по сути это все в вашей голове да какие-то вот убеждения какие-то мысли и вот этими мыслями и вашей собственной веры в эти мысли вы сами себе перекрыли кислород для чего вы это делаете смотрите это вообще это ваш урок именно познание любви познания гармонии баланса и здесь вы как будто бы разочаровались в какой-то утрате до утрате возможно своего союза либо утрате того что было раньше каких-то эмоций может быть у кого-то в жизни появилась рутина и эта рутина послужила разрыву например в союзе до в каком-то союзе вот но из-за того что вот здесь идет слезы горечь переживания по поводу того что уже ушло до то что вы утратили что больше никогда не вернется вот но вы наступаете вот себе перекрываете кислород по причине того что вы боитесь что это заново повторится на что вы заново сможете потерпеть какой-то вы знаете крах либо в отношениях либо в каком-то союзе но в этом заключается ваш урок не в том что вы претерпевали и какие-то утраты а в том что вам нужно познать что такое любовь что такое гармония что такое баланс и поэтому но для этого вам даются люди чтобы через каждого человека каждый что-то вас открывал а вы ощущение того что вам дали человека вы очень сильно к нему привязались либо это какая-то ситуация и не получившись не не получив того что вы хотели разочаровались и теперь как будто бы говорите что я не хочу заново проживать что-то аналогичное и поэтому я не хочу идти в союз я не хочу идти в отношения я не хочу идти во взаимодействие я не вот как будто бы боюсь находиться в гармонии либо я не верю что я буду вот в балансе сама собой да что будет вот это вот внутреннее успокоение и тем самым вы останавливаете свое движение свое развитие что вам говорит ваше высшее я да что вы не идете из-за каких-то своих эмоциональных переживаний до две четверки выпали вы остановили свое развитие с одной стороны вы говорите мне и так хорошо да то есть я мне как будто бы и деньги не очень-то нужны я не хочу как-то взаимодействовать с материей да у меня и желание нет вы себя как будто бы ограничиваете тем что имеете не так типа хорошо да мне этого достаточно с другой стороны есть уже присущение то есть вы понимаете что то что есть это недостаточно я вроде бы и желание не имея да то есть что-то новое хотеть как говорится не хочу но из другой страны я понимаю что для того чтобы получить что-то новое да если вдруг я разрешу себе желать а вы здесь не разрешаете то нужно будет совершать какие-то действия с одной стороны эти действия помогут мне развиваться с другой стороны как будто бы знаете как мотивации до хочешь получить то что ты желаешь тебе надо действовать вот это вот мотивация а желание это как будто бы вот морковка либо тот пряник который будет вас поощрять либо сподвигать на действие и здесь ощущение того что вы как будто бы понимаете что если у меня будет желание я должна буду как-то двигаться до либо должен и что-то делать а я не хочу этого делать почему не потому что вы боитесь двигаться дальше а вы боитесь вот именно пятерки кубков разочарование эмоционального разочарования потому что это причиняет вот вам какую-то боль то есть вы не хотите да вот страхи выпадает понимаете вам страшно по луне вам дико страшно поэтому послание от высшего я для вас о том что вам нужно двигаться ну то есть ну сколько времени вы будете себя ограничивать в развитии знаете здесь такое чувство что что вы хотите жизни я хочу пары да эта пара может быть во всем пара для дружбы пара для там не знаю партнерство в профессиональной сферы про пара для личной жизни пара вообще для общения неважно здесь вопрос парности и вам это необходимо это вот такое ощущение что у меня здесь эти весы проходят по знаку зодиака они такие обычно парни для них отношения это очень важная значимая часть жизни и и в том числе такая хорошая жизнь изобильная я бы сказал так вот и вам здесь говорят что для того чтобы получить что ты действительно хочешь тебе надо научиться любить с первого раза кто учится никогда никого как говорится даже выражение до первый блин комом и поэтому с первого второго пятого ну не получится да то есть надо пробовать 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 до тех пор пока вы не словите эту волну не поймете как это работает да то есть условно говоря методом проб и ошибок вот а здесь у меня такое ощущение что вам дали что-то что вам очень-очень нравилось но вам это не совсем подходило то есть это как это да думал что это счастье нет это опыт так вот в на очередном опыте вы столкнулись споткнулись споткнулись и разбили себе коленки было очень очень больно встали а теперь как будто бы опасаетесь и не доверяете себе что уже получили какой-то опыт вот и ну сможете как как-то себя подстраховать и вот ваш ваша подстраховка на данный момент заключается в том что я не иду дальше я не иду дальше я не хочу у меня нету сил а силы вы все сливаете на то чтобы сопротивляться тому что вам идет здесь выше я вам говорит прекрати сопротивляться прими то что идет либо то что придет потому что это не сейчас это чуть позже во времени у меня ощущения прекращай сопротивляться убери убери это сопротивление впусти сначала какой-то свежий воздух до чтобы произошло обновление а потом к тебе придет что-то я даже не могу вам сказать это будет урок либо это будет то счастье которое вы хотите но однозначно то что вам необходимо к вам придет то что необходимо то что знает душа как вам здесь поступить на принципе сказала вы боитесь очень сильно до кризисов кризисов трудностей трудности в плане того что я не понимаю как мне действовать вот именно вот такие вот кризисные моменты вы не понимаете как взаимодействовать где вот это именно урок в плане принятия и отдачи да то есть всегда идут перекосы вы не можете нащупать вот эту золотую середину и отсюда у вас появляется мышиная возня то есть какая-то суета здесь такое чувство что надо знаете вот как настройка да что-то настраиваешь я не мог понять связано как-то с музыкой мне здесь показывают то ли радио то ли пианино кто-то настраивает вот есть ли и звуки да вот очень тонкие но высокий есть вот очень низ кий то есть высокие я еще не доросла а низкие они какие-то грубые для меня и вот вы как будто бы знаете начинается с настраиваться с нужной вам тональности да то есть вот нет это слишком громко а это слишком тихо это слишком высоко это слишком низко и вот вам как будто бы прежде чем вы найдете ту тональность которая вам необходима мы так или иначе будете отклоняться от баланса в одну сторону или в другую а вы этого боитесь поэтому что вам нужно здесь делать разрушить свои страхи могу поделать думал сказать как-то что-то другое но вот здесь вот именно разрушить свои страхи понять что независимо от того боишься ты не боишься как говорится глаза боятся руки делают вот вам это все равно придется этот путь пройти после чем да все равно пойдет вы пойдете дальнейшее развитие вы не можете понимаете когда вы не действуете да это равнозначно смерти потому что действие это жизнь и а когда вы находитесь в стагнации у поэтому вас и появляется апатическое состояние потому что стагнация до болезнь что приравнивается к смерти вы начинаете болеть первое что у нас кажется на что сказывается так это на вашей психосоматике а почему вы начинаете болеть потому что вы не умеете вот быть взаимодействие да вот в этой дозированной то есть на равных что мне дали то и я даю вам надо больше наблюдать за тем с чем вы взаимодействуете вот сколько вы вам дают столько выдать зеркалить почему потому что только так вы сможете на первых порах понять кому и что и сколько давать своей энергии времени заботе внимание только так вы сможете понять и по ощущениям то есть после взаимодействия ощущаете ли вы убыток энергии то есть вас настроение падает и либо поднимается если понимается значит взяли больше если падает значит отдали больше по идее вас вам должно быть ну фоново такое вот приятное состояние да она и не радостные лау прям и не такое патческое боже зачем я с этим человеком поговорил нет вот здесь здесь про это ищите свою волну ищите ничего не получится с первого раза даже если у вас там были разочарования там и 5 и 10 раз прям в очереди не важно не важно сколько только если вы будете двигаться вы найдете ту волну которая вам необходима а если вы попробовали здесь как будто бы надо довести дело до конца вы не доводите это дело до конца да как-то вот пробовать в проводе я вкладываю все у меня не получается все я огорчился расстроился бросил и больше я не хочу ничего делать все уходит а вам выше я говорит доведи до конца доведи вот вам надо понять принцип как выстраивается это гармония вашей жизни этот баланс а вы его не понимаете потому что вы не до конца доходите вы проходите чуть больше половины и вам остается вот последний отрезок вы уходите вы его не доделывать они доделать им не получаются целостные картинки поэтому вы не можете понять что не так на что вы делаете не так хорошо позиция номер 3 зелененький камешек что вам тут хочет передать ваше высшее я высший суд красно обновление обновление очищение выздоровление о чем это выздоравливать от своего отшельника у кого-то происходит очень серьезные такие инсайты кто-то нашел свой путь если еще не нашли то вы найдете но здесь такое вот ощущение что нужно выходить из своего подземелья из своей пещеры и выйти уже на свет на свет божий сейчас секундочку простить правду говорю здесь мне показывает свет в туннеле как будто бы идет некое такое вот пробуждение мне показывает медведя который должен пробудиться после зимней спячки то есть ну вот как-то достаточно уже покопались в себе достаточно уже разобрались ну то есть всему должна быть мера и здесь такое ощущение что вот как будто бы птенец он изнутри начинает ломать свое яйцо и это очень трудный путь почему потому что он еще сам маленький и он должен прикладывать усилия но с другой стороны если он не сломает яйцо ему снаружи помочь никто не может потому что только птики изнутри знает когда ему вылупиться и вот здесь он мне показывает ваше высшее я что пришло время вам вылупливаться выходить на свет свет в туннеле да то есть горн про прогремел продукт продудил зов до произошел здесь нужно знаете отбросить все старое жечь именно в огне жечь если кто-то здесь занимается чистками практиками да вот именно огнем огнем кто-то вот боевое крещение на проходит здесь человек знаете вот кому-то вы идете на какой-то свет на какой-то зов это очень напоминает что такое у меня сегодня это очень напоминает сейчас скажу когда семя сажаешь в землю и вот первый росток да он должен от своего семени до поверхности земли пройти вот он проходит в темноте нету у него ориентиров да то есть куда бы не посмотрел вокруг земля и вокруг темно и вот он вот среди этой тьмы где-то интуитивно да вот то что внутри него да ему куда говорит каком направлении и он четко идет по направлению к солнцу всегда будет на направлен на солнце на свет вот вам также надо идти на свет то здесь вот вас куда-то зовут до вас здесь здесь идет зов зов пробуждения зов какого-то прозрения до зов рождения исцеление от прошлого что за зов стать императором да здесь вот как какое-то взросление происходит по императору с чем она связана с колесничьим строить 4 аркана 4 великих с вашим дальнейшим продвижением так на что оно должно быть здесь прорыв надо совершить с чем это связано с десятка педагли вот пришло как будто бы время знаете здесь не от головы нужно идти а здесь нужно как-то полностью довериться вашему внутреннему ощущению она вас приведет как вам сделать прорыв именно либо в плане финансов либо в плане семейности либо в плане создания какого-то вот фундамента здесь вы как будто бы должны взять какой-то знаете подхватить наследие и понести его дальше перенять возможно какой-то опыт от своих не знаю более взрослых членов семьи вот как будто бы что-то перенимаете именно как наследие да и несете дальше вам нужно взять опыт прошлых проб здесь не опыт предков нет опыт более старшего поколения вашей вашей семье который был связан как-то знаете с удовольствием с удовольствием наслаждением и определиться что с ним делать потому что здесь здесь есть вот как а как какой-то обман да какая-то хитрость по поводу реализации каких-то надежд здесь ваше высшее я однозначно хочет вот как будто вы знаете такое ощущение что есть путеводная звезда начали с высшего суда закончили арканом звезды и то и другое вам как будто бы обозначает какой-то путь но на этом пути он знаете он не такой просто так вот ну просто так я имею ввиду там я не знаю в семье вам в голову пришло что вот я хочу быть как будто бы например хирургом все я теперь буду хирургом условно говоря нет здесь не про это а здесь какой-то вот знаете семейный подряд да там например отец военный у него будет сын и внук тоже то есть вот как будто бы идет из поколения в поколение что-то такое передается очень важное значимое может быть кто-то передает вам какое-то украшение почему-то мне такое показала какое-то ювелирное да такое дорогое ценное она может быть уже не модное но она вот как будто бы знаете вот передается как-то вот из поколения в поколение что такое но а в принципе здесь вот как будто бы вам нужно определиться хотите вы идти или нет потому что здесь вот чувство что но например там бабка была медиком дочь тоже медиком и и я вроде бы психолог да то есть я и не медик как таковой то есть я не психиатра вот именно психолог и мне вот нужно определиться хочу ли я бы там психиатром либо психологом либо вообще мне не надо этим заняться пойти там ездить на куда-то в художество что-то рисовать всем здесь связано здесь хитрости смотрите здесь а какой-то вот обман по поводу определения причем это может быть самообман по поводу определения это может быть что вы можете сами себя что нет мне это не надо я не буду этим заниматься эти вот как говорят потомственные ведьмы там 32 поколения нет я не буду этим заниматься и в этом в принципе какая-то вот хитрость чем связана эта хитрость движение принятием на решение вот именно с вашим продвижением что как будто вы и все никак не можете принять решение почему вы не можете принять решение дед у вас идет внутренняя борьба конфликты как-то сложно вам меняться знаете здесь такое чувство как будто бы я не соглашаюсь ну я и я не хочу потому что у меня этот путь он не простой на самом деле там я не знаю может быть это целительство и вы глядя на своих предков в плане именно семьи там на маму на бабушку ну то есть там либо по женской линии либо по мужской вы видите какая-то хочет сказать какая-то доля да вот тяжелая доля тяжелая нож и я не хочу ее принимать и здесь вам нужно определиться не про то насколько это ноша тяжело для вас или нет а здесь вам нужно понять хотите ли вы заниматься этим или нет потому что вы как будто бы ориентируетесь на предыдущие поколения да вот вашей семье как они это делали и вам кажется что и вам будет так но вы не учитывайте тот фактор что вы другой человек до что именно на вас как говорится судьба может споткнуться и у вас будет все иначе до в этом направлении но вот все иначе вот вы все как будто вы не можете определиться то есть вы анализируете эту ситуацию для того чтобы определиться и где-то вы хитрите вот с этим как-то знаете хотите как-то обмануть себя где-то кто-то может сказать ну хорошо если будут вот такие знаки тогда я пойду а знаков нет значит я не буду это делать вот что-то такое да но внутри вы понимаете что как бы я не обманывал себя это все равно мой путь ну и я пойду по нему поэтому что вам здесь говорит высшее я говорит о том что вы просто закрываетесь закрываетесь именно от девятки пентакли от того что стать вот такой знаете независимой яркой личностью не похоже ни на кого удивят и педакли есть индивидуальность с одной стороны я всегда говорю что мы мы все созданы из одной сути и поэтому как-то вот возвышаться над кем-то другим говоря что вот я вот такое прекрасно у меня есть это дар да это проявление эгоизма мы это понимаем но с другой стороны по девятки пентакли это люди очень яркие это люди у которых вот знаете есть свой внутренний стержень своя индивидуальность мы всегда говорим вот у этого человека есть что-то да вот какая-то вот вишенка там я не знаю клубничка на этом тортике да и вот и его ни с кем не спутаешь и здесь вы как будто бы например закрываетесь вот это вот ваша вишенка да вот клубничка этот фрукт вот на вашем тортике вы как будто бы отказываетесь от этого и отказываясь вот от этой своей какой-то вот уникальности индивидуальности неповторимости яркости вы отказываетесь от себя отказываетесь это потому что еще раз повторюсь и скажу что есть у вас опыт не ваш а те кто были за вами на этом пути я не знаю например если там занимаетесь ведьма в слом то понимаете что ну вот на это надо много времени уделять да и у меня не будет например время на на личную жизнь там я не знаю почему потому что ну мужчины боятся ведь мне понимает и возможно я не смогу не знаю какие у вас предубеждения могут быть до глядя на то как жили там ваша мама тетя бабушка не знаю не важно и но вам здесь нужно понять что вот у вас вы закрываетесь от этого опыта у вас свой путь вы не уверены но у вас свой путь в этом плане что еще вам говорит высшее я вы маг вы можете создавать как говорится ту реальность до которую вы хотите вы можете все просчитать у вас на это хватит и сил у вас хватит энергии вас хватит знаний у вас есть абсолютно все причем если вы хотите зарабатывать и это касается финансового какого-то аспекта да это вы свободно способны способны зарабатывать столько денег сколько вам необходимо если вы будете работать и трудиться над этим я просто думаю здесь речь идет например а еще расскажу про какие-то украшения да кто-то может быть думать о том что ну вот ну не время да если допустим мои предки там занимались золотыми какими-то украшениями драгоценностями да это было как-то вот ну почетно я не знаю они получали на это много денег то я например создавая элементарно из простого металла либо там не знаю серебра или какие-то другие украшения что они как будто бы не будет так сильно кодировать котироваться то есть это будет вот ну другой уровень здесь здесь при себя обманывать я не могу как-то по-другому сказать потому что знаете здесь показывает так как будто вы хитрите юлите как-то себя обманывать из счет себя придумаете убеждаете говорите нет вам это не надо это не мое в принципе это ваше право да здесь выше я говорю что это ваше право вы можете это не принимать вы можете пойти другим путем я сейчас не буду смотреть что будет если вы пойдете другим путем что это все-таки не тема данного расклада но если вы и задаетесь вопросом что да мне выше я говорит что у вас есть право отказаться от этого выбора то есть вам здесь нужно серьезно подойти не играть в плане того что ну докажи мне там небеса докажите что это мое тогда я пойду нет это игра это манипуляция здесь нужен действительно серьезный подход хотите делаете не хотите вы вправе пойти другим путем шанс у вас на это будет двигаться дальше вам достаточно будет принять решение что я хочу пойти другим путем до определиться и да он тоже будет хорошим тоже будет денежный просто он будет другой то есть вам вот как будто бы дается право выбора что выберите так и будет либо какое-то что-то связано с наследством да с наследственностью такое тоже может быть от вас сейчас стоит только одна задача определиться принимаете вы это или нет здесь вам никто не будет говорить что вот потом как-то осуждать что вот не приняли не здесь такого нету это вот чисто такое знаете распутье для вас принимаете или нет принимаете будет один путь не принимаете будет другой путь но второй путь он не будет и ни хуже не лучше он просто будет другим очень много по возможности будет если вы примете этот путь но примерно примерно по значимости примите не примите примерно то же самое будет так вот такая вот у меня была для троечек информация пробуждайтесь просыпаетесь горн прогремел все время пришло больше у вас времени как говорится нет на выбор я с вами прощаюсь хочу пожелать вам прекрасных солнечных как у меня выходных теплых оставайтесь на позитиве всегда выбирайте самое позитивное всегда выбирайте самое лучшее для себя не то что нужно будет работать а берите всегда самое готовое вот все что есть готовы в любом выборе то что не нужно будет усовершенствовать потому что всегда все можно улучшить поэтому берите готовое берите самое лучшее берите самое позитивное берите не с точки зрения того что я заслужила или нет моё не моё берите в процессе разберетесь всем вам отличного настроения пока пока